Валентина Петровна Беляева гипертоника, значит, в группе риска, поэтому привиться от коронавируса решила сразу. Надо себя обезопасить. Болезнь очень серьезная. Пожилые переносят очень тяжело. Даже из моих, так сказать, знакомых многие ушли. Мне это не надо. Я лучше привез. Перед вакцинацией пациенты заполняют анкету и проходят осмотр у врача. Им измеряют давление, пульс, уровень кислорода в крови, расспрашивают о состоянии здоровья и хронических болезнях. Если противопоказаний нет, можно смело делать прививку. После введения вакцины необходимо 30 минут посидеть в поликлинике под наблюдением медиков. Врачи и медсестры, которые проводят вакцинацию, прошли соответствующий инструктаж и обучение. Конечно, в первую очередь мы стараемся прививать группы риска. Это, конечно, по профессиональной принадлежности, то есть это медицинские работники, социальные работники, учителя. Кроме того, приоритетом являются для проведения вакцинации хронические пациенты и люди старше 60 лет. Из хроников, конечно, это в первую очередь заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринные заболевания, то есть это сахарный диабет, ожирение в первую очередь, бронхолегочная система заболевания. Учитывают также и тех, кто сам проявляет инициативу и заранее записался на прививку. Сделать это можно на сайте госуслуг. Если в поликлинике вакцина закончилась, то оставить заявку можно в разделе «Лист ожидания». В этом случае на прививку пригласят сразу же, как вакцину доставят в поликлинику. Вакцинация проходит в добровольном порядке и бесплатно для населения. Светлана Кудрявцева, События. Светлана Кудрявцева